Девушки отдыхают Так у нас Нектарий, давайте знакомиться Пошел Хочешь потерять друга? Жени его Мы сюда пришли, чтобы избавиться от Нектария Давай, пошел, пошел, пошел Нектарий, 26 лет Был восхищен театральным расставанием своей возлюбленной с ее бывшим Но когда сам оказался на его месте, ему это не понравилось Нектарий эксперт вторичного рынка недвижимости Гордится своей службой в армии Пишет роман о социальной шизофрении Мечтает стать ведущим интеллектуального шоу Признается, что ради семьи готов пожертвовать личным комфортом Нектарий никогда не женится на девушке с плохой родословной Дурным воспитанием, средним образованием и низким интеллектом В будущей жене видит в первую очередь продолжательницу рода Ну тебе знаком Нектарий, поэтому вот запросто сейчас повторишь его прогнозы на жизнь Я думаю, что не буду повторять дословно, потому что в контексте той программы я говорила применительно к главной героине Какую-то вашу характеристику давала А сейчас имеет смысл сказать, что в течение ближайшего года полутора У вас способно возникнуть новое, очень сильное чувство Ну Маш, по-моему, ты больше всего подходишь Роза, что ты скажешь о Нектарии? Ой, Ларис, боюсь я рыжих, а еще больше боюсь Косых Ну косых-то ладно Говорят, боюсь и рыжих, и косых Ну да, а больше всего именно героев из реальти-шоу Правильно Потому что мутные они, собственно говоря, какие Хотя Нектарий вроде бы приоритеты правильные расставил, детей хочет Но невеста ищет, как собаку на случке, чтобы чемпионы рождались Ну не знаю, даже я вот в шоке Ну по сути, он должен нравиться Сабитовой Потому что она сама рыженькая и в очках А я знаю, что в реальти-шоу только из интеллигентных семей ребята, так сказать, работы Вы знаете, когда я шел во второй раз на эту передачу, то я о реальти-шоу не упоминал Поэтому полагаю, что апеллировать к этому... Роза, это Роза Тогда обращайтесь к Розе, говорите Минуточку Я тут на своем месте сижу У меня досье на каждого, извините, жениха и невесты есть Я такое про вас узнаю, что вы сами даже про себя не знаете Согласен, не спорю Прошу, извиняйте Нет, извиняйте Были в реальти? Так точно Вот так, все А вы заведуете нашей популярности, наверное, да? А вы тоже из этих? Посмотри, какая красная рубашка Какой цвет ненувстворенной сексуальности Да Конечно А я думала всегда в красной рубашоночке Мальчоночка такой-то Да Ага, это не про это Но он тоже в красном, видать, я ему понравилась Так, Нектарий, все-таки, извините, это ваше имя или псевдоним? Это имя Бруди интеллигентная семья, правда, что ли? А в честь чего они назвали? Это в наших магазинах появился такой экзотический гибрид под названием Нектарий, поэтому... Но дело в том, что незнание этого имени не освобождает вас от ответственности Не освобождает, поэтому просветите, пожалуйста С греческого языка, как напиток богов Это желание родителей, я полагаю обсуждать желание родителей, но не совсем корректно, если вы позволите, вам заметить, это Лариса Пристыдил Напиток богов Пристыдил И уже второй раз, Лариса Мне нравится, что она четко свою линию отстаивает Структурированно И он очень грамотно выражает свои мысли Вы ищете женщину не для любви, так сказать, а для того, чтобы она вам рожала здоровых и прекрасных детей Я только не понимаю, а в чем разница и почему нельзя рожать одновременно от любимой здоровых и красивых? Дело в том, что я не ищу женщину, которая будет мне рожать детей, я сказал, что для меня рождение ребенка приоритетно Но я полагаю, что вряд ли у меня родится ребенок от неблагонадежной девушки Производит впечатление серьезного молодого человека Давайте тогда такой небольшой экскурс в ваше прошлое У вас была барышня, которая на стучь у вас добивалась только какими-то странными методами Вот, например, я знаю эту историю, но мне так ее преподнесли Когда вы гуляли с мамой, и вдруг она вас замечала в то же самое время, гуляя со своим бойфрендом С молодым человеком, да То, поравнявшись с вами, она почему-то начинала громко с ним выяснять отношения Тем самым желая привлечь ваше внимание к себе А как вы это объясняете? Девушка была психически здорова? Ну, вы знаете, я не врач, я не готов такие диагнозы ставить Но потом мы все-таки с ней общались Я предполагаю, что я вызывал у нее довольно яркие эмоции, которые позволяли ей вести себя таким образом Искра зажглась Ну да Откуда такая экзальтация? В силу возраста ее юного, может быть? Или, опять же, нездоровье? Я полагаю, что все мы дети своих родителей, поэтому я считаю, что корень ее поведения, причины, вернее, это прежде всего атмосфера в семье Влюбленность в вас Это уже второй момент, да Но все-таки ее такое вот внимание к вам не осталось незамеченным Вы обратились в взор на нее, и у вас завязалась, да, какая-то история? Да, эта история длилась буквально две недели И дело не в том, что я в отношениях довольно оперативен, нет Но ее линия поведения, ее отношение к молодым людям, избранникам, не та, которую я готов примерить на себя То есть параллельно с вами еще были кто-то? Нет, просто ей нужны были мальчики-пажи, а я на роль прислуги не вяжусь О да, я это заметила Это правильно Мужчина должен оставаться мужчиной Это не должно превращаться в жертвоприношение, Мария Это да, это должно быть в рамках разумного, однозначно Но если ты любишь, тебе самое главное, чтобы человеку было хорошо А что ж тогда вас все-таки привлекло в ней? Ну, неординарность и, пожалуй, хищническое желание добиться того, чего она желает Но она была красавица при этом Она была очень эффектна, но дело не столько во внешности ее было Потому что она обладала чем-то тем, чем наделены единицы девушек Ой, ничего не понимаю Нектарик, подождите, вам понравились ее хищнические... Стремление к победе Мне понравилось В общем, не лестно, когда за нее борются Это самочность, что ли? То есть она самочка такая была хорошая? Ну, вы знаете, я не знаю, насколько она была самкой Потому что я не вел счет ее молодым людям Но дело в том, что да, она была чрезмерно активна Это она доказывала своим поведением, поступками и словами Что плохого в том, что девушка чего-то очень хочет? Первая очередь, любовь, это самопожертвование Это отдача самого себя ради любимого человека А вам нравятся такие женщины? Это вызывает уважение, потому что воля к победе... А уважение в чем, я не пойму? Воля к победе, Рос Девочки, просто простота это не путь Нектария Не любит он девушек простых Ему нужен вот этот флёр таинственности Нравится разгадывать Нектария, и добила вас вот такое музыкальное пристрастие вашей девушки Любила она песенку императрицы Верно Если бы у меня домработница даже слушала бы эту песню, я бы ее уволила Потому что мне кажется, пошли, ничего в мире нет И я с вами в этом смысле солидарна абсолютно Лариса, дело не в том, что я пытаюсь каким-то образом охарактеризовать эту песню А почему нет? Нет, почему нет? Послушайте, как раз отношения людей строятся вот на этих самых нюансах Я в сотый раз повторяю, это кажется, что людей разводят какие-то предательства, измены и так далее Это, как правило, зачастую не является причиной развода Согласен, мелочи Но вот если бы мой муж слушал, ну, например, шансон, я бы с ним развелась То есть я бы с ним не свелась, потому что он любит настоящую музыку Так что я вас понимаю, да Да, здесь речь идет не о пристрастиях той девушки, которая мне на тот момент нравилась А дело в том, что, в принципе, эта песня была прообразом ее подхода к жизни А любой статус он должен быть заслуженным, на мой взгляд Статус императрицы она не заслужила А кто-то любит тихонь, да, простушек, которые их привлекают Ну, с ними неинтересно А ей казалось, что если вы будете носить за ней дамскую сумочку, гулять с ее собачкой То она вот в глазах окружающих будет выглядеть вот той самой императрицей Ну, в моем случае ей действительно казалось Но на примере других ребят, с которыми она встречалась, она это правило доказывала Ну, девушка была неумна Ну, я делаю такой вывод, извините Поэтому хорошо, что вы с ней расстались и пришли к нам на программу Значит, сегодня у нас будет здесь жарко И вы перцы Помогаете, конечно, перцы Можете представить, пожалуйста, своих друзей Я хотел представить, потому что, ну, все-таки я пришел не один Это мои близкие друзья 9 тысяч километров из Германии прилетело, чтобы скучать здесь А почему вы так разговариваете? Потому что мы не перцы Я Рассел, Руслан Проскуров Ой, не, можно я Руслан? Руслан Проскуров Хорошо Это Фимочка Вайзман Мне нравятся его друзья, мне не нравится Рассел Мне не нравится... Ты не сможешь общаться с такими друзьями И хорошо, и как вы расстались со своей барышней? Она ушла с миром или еще выкаблучилась какое-то время? Нет, я ее отпустил с миром Я, в принципе, не люблю накапливать какие-то негативные настроения Но ей оказалось этого мало И стала специально встречаться с молодым человеком Которого впоследствии, там буквально через 9-2 Подговорила на то, чтобы, скажем, он со мной поговорил по-мужски Но дело в том, что не мужчина... То есть подрался? Не мужчина не может говорить по-мужски Поэтому у нее ничего не получилось Сам себя не похвали Да, никто не похвали Никто не похвали То есть провоцировала Ей мало всего этого было Нужно еще, чтобы вы схлестнулись Дело в том, что, в принципе, императрицам свойственно Чтобы за них боролись и порой как бы с кровью Ну и только такими низкими методами Ну не вот так по-плебейски Ну вы меня понимаете, нектарий Ну что это взять? Я из простого народа, вы нет Поэтому возможно я не понимаю Я нет Я нет? Ты не из общества Откуда я, Роза? Слушай, она уже за 4 года работает в программе Забыла, откуда она Давайте про любовь, окей? А почему бы нам не найти, как Филипп Киркоров, суррогатную вам мать? Дело в том, что Я не просто достойный сын своих родителей Дело в том, что я видел их отношения друг к другу Они для меня являются примером А есть нектарий, братья и сестры? Нет Один вы, да, в семье? Родители здесь живут, в Москве? Мама здесь, папу я потерял в 14 лет С мамой хорошее отношение? Отлично, я очень люблю маму Скажите, а будет ли решающим вот одобрение или наоборот не одобрение вашей мамы? Вы знаете Если приведете девушку Я понял вас Я не знаю, насколько оно будет решающе Но дело в том, что, безусловно, слова моей мамы, ровно как и слова моего папы Они для меня авторитетны Потому что взрослые не даром взрослые Потому что они мудрее Плюс ему большой, конечно, за это А если маме не покажется, что девушка милая Ну, опираясь на свой опыт Например, на женское чутье материнское И она вам шепнет Нектарий Ты знаешь, я бы присмотрелась еще Не буду влезать в ваши отношения, но я бы присмотрелась Но вы знаете, пока ни мамин опыт, ни мамино чутье пока ни разу не подводило Дело в том, что она была так или иначе знакома со всеми девушками, с которыми я встречался Их было немного, и в этом нет ничего ужасного Нектарий, поскольку мы вот три женщины, мы тоже матери Сегодня подерьте нам и, ну, немножко доверьтесь И, ну, не пренебрегайте нашими советами или, да? Ни в коем случае, потому что, ну, если бы у меня была такая цель или задача, вряд ли я бы пришел на эту передачу А я все-таки опять про деньги Хорошо Скажите Скажите А если девушка будет бедная, но красивая? Я понимаю, бедная или умная Бедная и красивая, при чем тут сочетание? Скажите, кем была мама Ломоносова? Она не была богатая А при чем здесь Ломоносов? А при том, дело в том, что для любви Или, например, из какой семьи Наташа Владянова первая красавица? А вы еще Моисея вспомните, кем его мама была и что? Он мой предок, я его прекрасно знаю А, значит, надо брать свою Вы еврей, у вас есть еврейская кровь? Да Вы бы хотели жениться на еврейке или не имеет никакого значения? Вы знаете, по-моему, любовь раздвигает все границы и национальные, и ментальные, и религиозные, поэтому у меня нет такого предпочтения, глупо именно этим руководствуясь, выбирать себе судьбу У меня тетя живет в Израиле, да, с братом моим И братом не показывал Да, да Они уже живут 25 лет Видишь, сколько у вас общего Нектарь, а на что вам не наплевать? В плане? Ну вот национальность не имеет значения, будет ли девушка бедная или из обеспеченной семьи, вам тоже все равно А что вам не все равно? Ну, пожалуй, воспитание, наличие интересов и не каких-то простых и примитивных, потому что у нас вся страна поет, вся страна читает Да, интересы, воспитание, целеполагание Ты ему подходишь идеально, вот вопрос только, подходит ли он тебе Да Какой целью должна быть девушка? Ну, цель Может, она на Луну хочет, она как, не, как Терешков в космос хотел, слетал Да, это неплохо, это в ней, лично для меня подтвердить то, что этот человек знает, к чему стремиться, и этот человек достигнет того, что ему нужно Ну, вы нектари тоже должны что-то ей пообещать, что? Ну, вы знаете, отношения не должны строиться на обещании, на мой взгляд Он мутный тип, очень мутный Он о себе, свою личную сторону утаивает, он не рассказывает ничего А что это у вас за рамки такие? Ну, дело в том, что я не люблю, во-первых, повторяться, дважды в воду под одним углом не захожу, и в прошлый раз я подарил вам цветы В этот раз я своеобразное обращение дарю вам, обращение сына, который любит свою маму, а вы женщина, это обращение к вам Очень приятно, я думала, что это для невест И более того, это обращение к вам троим, если соединить все эти три рамки, вы поймете, о чем же здесь речь Это презент ведущим, смотри, как он внимательный Так, хорошо, мы остановились на том, что и вы, в свою очередь, должны что-то пообещать невесте Видите, как я не отступлю от своего? Это здорово, потому что я привык учиться у тех людей, которые мудрее меня, я это признаю И здорово, что вы помните, о чем вы говорите, вы молоды, это вы подтверждаете в линии своего рассуждения Но обещание, к чему обещание, если есть любовь? Если есть любовь, то, скорее всего, обещание будет априорное и будет достигнуто в отношениях то, к чему оба и стремятся Вот и все, обещать нужно во время деловых переговоров Не люблю, вот когда бла-бла-бла Меньше слов, больше дела Да, больше дела Потом узнаем эти варианты Я пока никому ничего не должен, кроме своей мамы и папы Да, пока обещание Я считаю, что мужчина должен, по крайней мере, декларировать, если же вам слово «обещать» не нравится Потому что это ответственность определенная В конце концов, вы хотите детей, соответственно, женщина будет находиться в периоде вынашивания ребенка Плюс, как минимум, три года вскармливать его в состоянии материальный достаток, я имею в виду И сама зарабатывать она не будет, вот вот что я хочу донести Не перебивайте меня Поэтому, это не меркантильность, это практичность Женщина должна быть уверена, что ее мужчина не только будет сидеть ла-ла-ла и бла-бла-бла говорить А принесет, извините, и на молочко, и на памперсы, и на все остальное Нравится вам это или нет? Поэтому, извините, но я, Нектаре, пока не вижу у вас Ни мужчину, который вот является каким-то добытчиком Более того, непонятно даже, какую невесту хотите Ну, я не знаю, ну, попытаюсь, а что придет, что приплывет Василиса, к вам как нельзя лучше подходит фраза на всякого мудреца довольно простоты Я люблю людей умных и умствующих, но я боюсь, что вы можете переумствовать в выборе спутницы жизни Вам нужна достаточно тихая, спокойная и мягкая внешне С повадками настоящей женщины Должна быть хороша собой для того, чтобы соответствовать неким внешним социальным стандартам Для вас это тоже важно Но еще раз скажу, не переумствуйте, не требуйте слишком многого от ее интеллекта, не нужно После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание, не пропустите Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Нектарий Идите знакомиться с первой невестой, удачи Добрый вечер Нектарий, мне очень приятно с вами познакомиться, надеюсь мы найдем с вами общий язык и узнаем друг о друге много интересного Спасибо Девушка яркая, но она не произвела никакого впечатления на Нектаре, она его не зацепила Здравствуйте, Мариночка Здравствуйте Какая вы красавица, с кем вы? Спасибо, я с своими подругами Александра и Ольга Очень приятно, давайте на вас посмотрим Марина, 29 лет Менеджер по развитию информационно-новостного портала недвижимости Гордится, что излечила себя от серьезной болезни и оказывала материальную помощь нуждающимся Предупреждает, что страдает синдромом отличницы Мечтает открыть косметологическую клинику Перед тем, как завязать отношения с будущим мужем, Марина присматривалась к нему 5 лет Устраивала проверки и изучала круг его знакомств Надеется, что Нектарий раскроется перед ней быстро Василиса, какие прогнозы у нас? Марина любит умных мужчин Такое у женщин случается не часто И при этом вы всегда вообще род мужской будете воспринимать как начало очень шаткое А себя ощущаете как женщину-твердыню, надежный тыл Который и готовы своему избраннику обеспечить Мне кажется, что это неплохая пара для Нектария Оцени, невеста Вот удивительное дело Девушка показывает настоящий сурьезный подход к замужеству 5 лет собирала досье на своего мужа Не то что ваша клоунесса, Нектарий Так что давайте выкладывайте сразу все ваши скелеты Чтобы нам с Мариночкой времени терять 5 лет? Она замужем была или нет? 5 лет собирала? Сейчас все расскажем вам Она была замужем Вы своего возлюбленного долго высматривали и увели его? Долго, да, я долго высматривала своего будущего супруга Не то чтобы я увела, но могу сказать однозначно, что... Конечно, увели, а как это по-другому называется? Высидели, подсидели? Нет, немножко было не так Он мне очень понравился с первого взгляда Я представилась, что я являюсь журналистом студенческой газеты в университете И предложила дать мне интервью о том, чем он занимается непосредственно после университета А он был на тот момент диджеем Он очень долгое время увлекался серьезной музыкой Пытался развивать разные стили и направления музыки в нашем городе А вы все это время, пока он рассказывал, строили ему глазки? Да Расставила сети Плыви ко мне, мой карасик И так это делали активно, что он нам сказал, извините, Марина, у меня есть девушка, я люблю ее Да, и меня это очень зацепило Человек показал мне всю свою серьезность, всю свою, скажем так, порядочность к своей девушке И поэтому я для себя, конечно, сделала очень огромные выводы Что его нельзя терять, нужно продолжить охоту Именно этот вывод вы сделали, дорогая? Нет, не этот вывод я сделала Я отошла все-таки на второй план Не стала мешать влюбленным И просто сама судьба, сам Бог просто мне послал его второй раз Мы встретились на мероприятии нашем, который устраивал университет Мы сошлись взглядом Это была любовь, вспышка И с того момента мы не расставались около шести лет В браке мы были два года И получилась любовь? Ты веришь вообще в такие истории? Да Я промолчу А что развелись-то? Я не развелась, он погиб Жалко девочке, на самом деле Если не надо ей его Не надо ей этого нектаря Я человек сомневающийся Потом я так много в жизни начиталась всяких историй И романов, и пьес, и сценариев Мне это все напоминает какую-то придуманную, затейливую Ну, вот такой эпизод из жизни Звезды ведь не дают соврать Может быть, Марина та самая роковая женщина Которая не должна была появиться? Я абсолютно уверена, что это не так Абсолютно уверена, что это не так Мне удивительно, что вы могли так долго наблюдать за своим потенциально тогда еще супругом Будучи девчонкой, проще всего Будучи девчонкой, да Потому что Венера в Водолее Очень активная на решении пятого дома Вообще зовет девушку наслаждаться жизнью Толкает ее к самым разным удовольствиям Не хочу сказать к частой смене партнеров Но, в общем, вы должны были влюбляться достаточно часто И вот такая верность, мне непонятно Я могу ее списать на именно целеустремленность? Наверное, вы видели в нее потенциально И вы такая яркая Знаете, я думаю, все-таки это не столько звезды, сколько генетика У меня папа однолюб И, наверное, как он говорит, скорее всего Да и мама тоже Мариночка Повлияла на меня У нас Лариса никогда не полюбит бедного Вот слушаю из программ в программ А вы? Вы знаете, могу сказать точно Мне нравятся интересные, умные, порядочные мужчины Я думаю, интересный, умный, увлекающийся мужчина не будет бедным Ты умный, бедный Бедный, бедный Я скажу, если что, у меня есть пример В Нектаре умный и очень ироничный молодой человек На большого любителя С ним нужно... На большую любительницу Не на любительница Нет, в смысле подбора друзей то же самое И, друзья, у него достаточно ироничные колки Ну, такие не рубахи парни Не простачки В компанию влиться Вот к таким, как Нектаре, Ефим и... Рассел Рассел Очень тяжело Тяжело соответствовать Понимаете? Ну, не всегда будете вот так держать спинку Согласна Будь такой хорошенькой Шаг вправо, шаг влево Чуть оступить Вы, ну, можете нарваться на всякие неприятные выражения в свой адрес Правда-правда Детей Мне очень-очень интересно Как вы видите свою семью? Вы сколько хотели бы иметь детей? Или не хотели бы иметь детей? Вообще, при прочих равных условиях Которые, на мой взгляд, должны быть достижимы в моем случае Это два мальчика и две девочки Один приемный ребенок Я буду счастлив, если Всевышний подарит мне такую возможность А если у женщины от предыдущих историй или браков будут дети? Вы будете рассматривать это? А вы знаете, если любишь человека, то вряд ли ты не любишь продолжение его Поэтому этот вопрос даже не обсуждается А какие равные условия? Ну, это вообще некая такая понятная константа Вы свои поставьте двоеточие и перечислите хотя бы одно условие Я в том, что если я через какое-то время смогу обеспечить четырех детей одного приемного О, наконец-то деньги Через некоторое время Ну, сейчас не каждый может обеспечить жизнь пяти детей Ага Вот и все Мариночка, покажите сюрприз, который вы приготовили для Нектария Конечно С удовольствием День помчался незаметно, но ты ведь давно День помчался до рассвета, в небе луна В лунном свете чищен краски С виду просты Стали нежней и прекрасней цветы Нектария, ну станцуй ты тоже Давай, давай На шпагат Мир волшебный Мир волшебный, полон тайны, светит луна Час влюбленный, час свиданий, он ищ, она Час влюбленный, с ними вечно доля одна Рядом цветы и, конечно, луна Луна, луна Цветы, цветы Нам часто в жизни не хватает Друзей и доброты Луна, луна Цветы, цветы Не хватает денег Плённым доверяют Надежды и мечты Твои мечты Папки твои Вот моя луна Мама моя О, бэйби Давай, сыграл Трэйз Трэйз Трэйзи Луна, луна Спасибо Спасибо за помощь Я не пытался помешать Спасибо Различ Да Мариночка, спасибо Руслан Руслан, Рассел, да? Послушаем Очень подошел По свету тебе на потанцовке Как вам, Марина? Ну, девушка сама по себе, конечно, приятно И внешне, и виду, что следит за собой Но, понимаете, что все дело Как бы Вот я с своей точки зрения могу сразу же сказать Что Если вот С первого взгляда есть Зацепка какая-то, да? Вот она сразу же чувствуется Я в это не верю абсолютно А что, с первого взгляда? Вот Девушка, как бы, к нектарю Вот Расположилась А вот он Ну, ты знаешь, Фим, мне кажется Подожди, подожди, подожди Я не хочу сказать, что Вот она у тебя прошла вот так стороной, да? Как каравелла Не в этом дело Она как будто Изящная каравелла Не остановилась просто, понимаешь? Мне кажется, он вообще не хочет создавать семью на самом деле Роза? Ну, Марина, конечно, женщина, которая Я вот не случайно акцент на это делала Замуж за бедного не пойдете Видно сразу Если бы я сватала вас, ну, я не знаю так В конце девятнадцатого века того столетия То про вас бы, я сказала В долг шьет, в долг пьет, в кредит живет Поэтому, ну, не дотягивайтесь вы до Марин Да, она и на вас и глаз не положит Правильно она говорит Не дотягивая Вы что, выступила Мне очень понравилась Марина Я считаю, что красивой женщине Позволительно больше, чем простенькая, некрасивая Я бы вот со стилем Никогда в жизни не делала замечаний Невестам Я бы поработала со стилем Я бы сделала короткую стильную прическу Очень короткую Какое-нибудь глухое платье Черные колготки Чтобы она немножко стала посовременнее Вот по сегодняшней, помоложе А все остальное имеет право Сочинять про себя, а не сочинять Очень понравилось Есть для мужчин, которые любят женщин именно такого типа Конечно Я могу сказать, что с точки зрения внешности Она, безусловно, девушка яркая Она произвела впечатление не глупой, не плоской Как большинство барышень, которые нас посещают, к сожалению Но это абсолютно не ваш тип внешний Давай поженимся теперь в вашем мобильном Набирайте 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом А пока реклама, оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Нектаре Идите знакомиться со второй невестой Привет, Маша Нектарик Спасибо Хорошо, да Мне она очень нравится Она высокая, стройная Здравствуйте, Маша С кем вы? Я со своими лучшими друзьями Это Анна и Виктор Очень приятно Давайте на вас посмотрим Мария, 21 год Студентка 4 курса факультета журналистики Гордится своим материальным достатком и трудолюбием Предупреждает, что любит выпить Мечтает поскорее выдать замуж старшую сестру Полтора года Мария доказывала своему возлюбленному, что ей нужен именно он, а не его деньги А он ушел к той, в которую все это время вкладывал средства Надеется, что Нектарий оценит ее бескорыстную натуру Вот такая у нас Мария Да, очень много... Ругайте, ругайте Очень много Нектарей вас может понравиться, наоборот У вас есть упорство и настойчивость Я вообще много говорила уже про представителей знака Льва И вот у нас еще одна яркая представительница И он Лев Ждет мужчину серьезного и стабильного В общем при деньгах, хотя не знаю будете ли вы в этом нам сейчас признаваться Потому что ждете мужчину хозяйственного Но вам нельзя категорически просто выходить замуж рано Так что еще довольно много лет нужно будет потерпеть Красавица Красавица, не работающая студентка, которая гордится своим материальным достатком Но как минимум интригует Хорошо, пускай будет родительским Любит выпить Ну любит выпить И что здесь такое? Я тоже За примату А не невеста Виски клестают в клубах, наверное Итак, начинаем Полюбили вы парня Да И очень был он состоятельный Изначально я этого не знала А чем же помешали вам его деньги? Нет, это уже потом в конце было Когда он начал мне давить на то, что у него есть деньги Что я с ним как раз таки из-за них Это через сколько потом? Где-то через полгода уже Через полгода? А вы что претендовали? Нет, вот имя проблема-то в конце не претендовали Ну так и сказали Послушайте, вы влюбились в него Он еще при этом при деньгах Почему вам нужно было обязательно говорить? Нет, я тебя люблю, Петр, но... Я в открытую не говорила Я показывала действиями, поступками своими То есть он вам дарил подарки, а вы говорили нет? Он мне дарил крайне редко Но метко А возвращали ему, да? Я не возвращала Возвращать это оскорбление по отношению к мужчине Хорошо, в ресторане пытались расплатиться за себя сами Изначально да Потом, когда я поняла, что мы сидим там вместе с ним Я не могу себе позволить унизить его, достать он свой кошелек Смотри, Нектарий заинтересовался, заинтересовался, задумался Зачем нужно было придуриваться, если вы из хорошей семьи? Я не придуривалась Если родители обеспечены, почему нужно было при нем вести себя как бедная Хася? Ну поймите, я девушка молодая Вы понимаете, о чем я? Крома стаганаш напускная Того, чего нету, пытается изобразить Я молодая девочка, да, я хочу понравиться Хочу своими действиями показать, чтобы он обращал на меня внимание И воспринимал меня не как всех остальных пустышек, про которых он мне говорил Понимаете, у нас первое наше знакомство Он мне постоянно, каждый день втирал мозг, что все девушки меркантильные Он жадный был Да, да, да Но на этом тоже не закончилось И чтобы он вам не предлагал, вы от всего, в общем-то, отказывали Чтобы он увидел Но вам этого показалось мало А чего хоть отказывался-то? Чего хоть дарил-то? Сережки А почему так скромно? Сережки, нормально, бриллиантами надеюсь, да? Ну да, слава богу Сережки Сережки Лучшие друзья девушек Ну после того, как он понял, что вы барышня не меркантильная Он начал пользоваться этим Вам показалось этого мало Вы еще решили включить в себе вот такую Машу, уже простую, прекрасную Об которой можно практически вытирать ноги Да, к сожалению Да, вот однажды вы ехали в машине и нечаянно ваш шарфик закрыл там обзор Нет, нет, на самом деле была немножко другая ситуация Я открыла зеркальце, да, начала прихорашиться смотреть Говорит, ну все ли у меня в порядке А он в этот момент сдавал заднюю И я ему мешала смотреть в зеркало И после этого он меня резко отталкивает Говорит, эй, не мешай мне Говорит, что ты мне ругаешься, ты чего с ума сошел? Нет, вы мне с тобой же сказать, сам дурак Глазки в пол опустили Говорит, милый, прости Понимаете, я очень мягкая в отношениях Особенно, когда люблю Это мой минус, самый большой Я вот, когда вот не люблю человека, я такая вся, знаете Нет, вы просто чистая притвора Может быть, да? Вы себе задавали программу Как себя вести, что не есть, что не брать Ну, хорошо, не было бы так смешно, если бы не было так грустно Послушайте, нет, вы не были, естественно, ни одну секунду при нем Поэтому однажды, когда его водитель ввез вас куда-то по делам? Нет, это немножко другая была ситуация Получилось так, что мы были на мероприятии В таком очень хорошем И он при знакомых позволил себе то, что не должен позволить себе каждый мужчина Что произошло? Он позволил себе поднять Он ударил вас? Да Самое ужасное, когда мужчина понимает... Нет, ну когда он все ступил, у нас было все собирать чемодан и отваливать За что? Ни за что, он выпил Так не бывает Ну вот не понравилось, как я ему ответила Скажем так, я ему сказала, закрой дверь, а он не хотел ее закрывать Мало После этого он еще и вам изменил Ушел какой-то там... Он изменял долго Вы об этом не знали? Я не подозревала, я ему верила Ну я наивная Да, ну хватит Запомни мой совет такой Вот начинай отношения, которые у тебя будут, следующие Как с белого листа, и у тебя все получится А Машка... Нет, Машка, у тебя все по стереотипу идет, понимаешь? Ты со всеми повторяешь одно и то же Так вот и есть Вот Мария, вот Мариночка не выйдет замуж никогда за бедного У нашего Нектаря ничего нет А я не собираюсь А вы как это? За бедного не собираюсь, честно А вы знаете, что такое богатство, да? Мы за бедного пойдем? Ну, если бы моя мама, допустим, задала мне такой вопрос И я сказала, нет, мама, только за богатого Она бы меня не поняла Считай, что я твоя мама Потому что у меня такая же дочка, как ты Да, честно, скажи мне дочек За слишком бедного и мужчину У меня вопросов нет Маша, вы в Москве живете? Да На каком курсе? Четвертым А вот журналистика, это ваша мечта была с детства? Нет, нет Я тоже так думаю, что нет Плохо учиться на факультете, который не нравится Когда ты не чувствуешь, что это будет твоей профессией В 21 год, я считаю, что вам-то рановато еще замуж У нас все говорят, что рановато, но... А вы правда хотите замуж искренне? Честно? Да? Я так сильно хочу замуж Лариса, позвольте вопрос Да Машенька, что такое для тебя ребенок? Это не только ответственность Ребенком нужно заниматься С самого раннего детства Надо жертвовать В первую очередь с собой С своими интересами С своими желаниями Ваша мама так, да? Да И с детства мне так говорили, что надо поступать Нектарий, вы верующий? Вы знаете, ну, это слишком интимный вопрос, чтобы об этом отвечать Нет, просто это может быть проблемой в семье Но соблюдайте здесь субботу Ну, нет Но это лишь вопрос времени и вопрос, скажем, локации, где я живу Вот и все Вы крещеная? Да Всегда крестик ношу с собой Он на мне Если у вас все получится И у вас родятся дети, естественно Вы позволите крестить их или... Нет Не позволю Значит, мы не подходим Значит, не подходим Тогда, может быть, вы покажете сюрприз Чтобы на вас сделать сюрприз Давайте Пошла она играть начнет, и будет Так, идем со мной Я, как девушка, хрупкая, маленькая Но очень сильная Поэтому... О, есть тут Поэтому я сейчас тебя ударю, чтобы ты не выпендривался Я, наверное, флорболом ездила на чемпионат России Вот Я на воротах буду стоять? Подожди, у меня длинное платье, высокий каблук Ты должен мне помочь Ты же мужчина Разреши, я помогу тебе Так, держи Я поиграю за тебя Пойдем А как я могу тебе помочь? Такая красивая девушка Она не должна заниматься лучше Я, покажи класс Она ему хотела Мужской сюрприз Чтобы он подвигался, знаешь Молодец какой, слушай Ты бы занял первое место Я думаю Спасибо, Мария Спасибо Вы можете забирать свою подружку И проходить в свою комнату Я тебя обою, Анастасия Отдай ключ Маша, это что-то У Марии несколько лиц Вот Она с каждым Мужчиной Который у нее есть Был Она проживает какую-то свою особенную жизнь И эта жизнь зависит от того Нравится она мужчине или нет Я знаю Нектаря очень хорошо И я знаю, что он ожидает От них какой-то информации Другой Вот они приходят Вторая девчонка уже, да? Смотрим как на товар О, красивая Да, бери Ник, такая вся Никто из них не говорит что-то женственное Что-то Да я тебя буду любить Когда отпадет вопрос Владимира Тогда все будет нормально И купать И из моих рук ты будешь есть И помогать тебе во всем У них сложились какие-то отношения Естественно, это все будет А за что это его любить-то? Он даже ничего не предложил За что? Да у вас только деньги Роза, Роза, Роза Рези, Толь Да он, извините, себя прокормить не может Извините, девчонки вон какие приходят Он может прокормить себя Он красавица Да ну Он может Вторая уже за него не хочет А вы А чего не понимаете Молоденькая, красивая девочка Настолько непростая Такая непростая Такая кривля-коломака Непростая, согласен А кривля-коломака Это по-моему неправильно совершенно Я понимаю, пришла бы страшненько После трех пластических операций Закомплексованная Я бы... Но когда она как мартышка Вот это вот все Ужимается Может быть она сейчас Увидит себя в телевизоре И поймет, что такой быть нельзя У нее еще вся жизнь впереди Я думаю, Мария уверена В своей неотразимости Она понимает, что она девушка Очень красивая Но вела она себя Согласна с вами абсолютно Но вела она себя так Чтобы показать Что она при этом еще и не знает себе цены Что она девушка действительно скромная Она правда наигрывала И все это длилось бесконечно Пока этого дает в ней молодость Ну и некоторую неумность Скажем так А что, расстроилась Мне так стыдно Совсем скоро жениху предстоит Третье свидание После рекламы Смотри на продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся И я предлагаю Нектарию Встретиться с третьей невестой Проходите Нектарию очень интересный Многогранный человек Но вы пока не расстрелись до меня И я хотела бы вас узнать получше Может быть вы Приступим Спасибо Она ему понравилась Да Здравствуйте, Мария С кем вы? Я с своими подругами Наташей Наташей Очень приятно Давайте узнаем о вас подробнее Посмотрим на экран Мария, 24 года Помощник руководителя в нефтегазовой компании Гордится своей исторической родиной Мечтает открыть ресторан еврейской кухни Предупреждает, что теряет волю от блондинов И не тратит время на скупых мужчин Возлюбленный обещал Марии золотые горы Но через месяц отношений был вынужден вернуться к бывшей жене Надеется, что Нектарий не обманет ее надежд Что ты скажешь о Марии? Нежная и чувствительная У нас сегодня в программе все пытаются надевать какие-то маски Вот я боюсь, что мы в Марии увидим ее огненный Марс восходящий То есть чуть больше резкости и углов А не ту нежную трепетную натуру, которая вот скрывается за этим самым образом Я думаю, что если бы вы встретились вне студии, а в обычной жизни Вам Мария очень бы понравилась Если вы позволите, да, я скажу, Мария, помимо внешней привлекательности Я у вас заметил следующее, скромность Я полагаю, что скромность до сих пор является для женщины украшением И вот, ну это серьезный показатель, это очень ценно А скромность это что? Это вот как вы увидели? Я заметил смущение Марии И я полагаю, что это качество, которым обладают редкие девушки К сожалению, сейчас это все не в моде За качество она может похвалить, не факт, что она выглядит Такая же наглость, как у тебя Я так прям порадоваться хотела, думаю, ну вот нектарий Потому что для мамы его очень важно Я считаю, что наш мир просто настолько разнообразен сейчас Ну понятно Что самое главное нам уметь жить в гармонии Мария, в отличие от вашей конкурентки, предыдущей Марии Вы не скрываете, что вам нужен мужчина состоятельный И вы будете с удовольствием тратить его деньги Мне ваша такая откровенность по душе Для меня, честно говоря, просто я ищу человека себе вровень Для меня состоятельность, я считаю, что человек, даже если он не состоятельный Если у него есть голова на плечах, особенно у мужчин А вы к выбору мужчины, мужа своего, будущему отцу, своих детей будете подходить так же прагматично, как и нектарий к выбору жены? Она должна по всем параметрам подходить Для меня, наверное, самое главное, это чтобы мы друг друга понимали, чтобы у нас было схожее чувство юмора И взгляды на жизнь, это очень важно, особенно взгляды на жизнь Особенно чувство юмора Да, у глупого человека оно вряд ли будет присутствовать У вас, вот, говорите, ровня, а при данной что у вас входит? Перечислите, пожалуйста Ну, с приданной у меня все нормально Нет, ну перечислите Квартира, машина, все есть А корова у вас еще есть? Есть корова А где она вожает, в квартире? Нет, у меня есть две дачи На одной мой отец очень любит разводить животных Он выберет третьего Ваш будущий муж, отец будущих детей обязательно должен быть евреем? Я скажу, что желательно Потому что я смотрю на своего отца, на его взгляды, на семью, на жизнь Они мне как-то пока больше... Он выбрал маму русскую И больше импонируют, да А своего бывшего избранника рассматривали на роль мужа? А самые вот... на самом деле у меня долгие отношения Они, к сожалению, не сказали самое серьезное Они были у меня на расстоянии То есть мы познакомились в Америке, когда я уезжала туда по такой студенческой программе Вы же знали, что он женат, да? Он не женат, нет, я никогда с женатым мужчиной не встречалась А вот у меня такая была информация, что он был женат Он, видимо, неправильный Он просто 10 лет встречался с девушкой, они расстались И мы встретились как раз в тот период, когда он покончил с ней А как так получилось, что 10 лет у них не было детей И вроде он уже с ней расставался Но как только встретился с вами, и у вас должно было уже все как бы сложиться Выясняется, что его девушка забеременела? Наверное, судьба меня отвела, потому что, на самом деле, это были очень яркие чувства Знаете, когда встречаешь своего человека, и видишь вот все И во всем вы по друг другу подходите Вот, и к нему вернулась, да, к нему вернулась бывшая девушка Не жена, они не были женаты никогда 10 лет, ну а кто она была? Гражданская жена Ну да, гражданская жена И объявила о своей беременности Да, и вот она, говорит, там несколько месяцев не знала об этом Я, честно говоря, не совсем Но бывает такое, вот И вы самоотстранились? Да, я все сделала для этого Он вам обещал, что ребенок встанет на ноги, и он уйдет? А сейчас он не имеет права? Нет, тогда не было ни... Нет, когда уже появился ребенок, почему продолжили с ним встречаться? Мы просто общались Для меня очень больно это все было переживать внутри Вот, и после какого-то периода я просто себя, себе внутри отрезала, что я не хочу больше с ним общаться Это даже когда взгляд на встречу с ней Энергетика с ней сходит Да, она приятная энергетика от нее делает Машенька, скажите, пожалуйста Вот вы сказали, что вы не будете тратить время на скупого мужчину А это скупой, это какой? Как вы определяете? Скупой человек, он скупой во всем То есть в отношениях, в словах, в эмоциях Хорошо, мужчина должен ухаживать за женщиной? Конечно Вот за вами какие подарки? Понятно, что вы их не выпрашиваете Ну как вы определяете отношения мужчины к вам? Послушайте, дорогие мужчины, нам, женщинам, важно Что? Чтобы вы выделили, вот если вы ухаживаете за женщиной, чтобы она выделяла среди других женщин Поэтому ждем мы цветы в конце концов Да, если это та самая Ждем мы подарки Не мишек ваших плюшевых Которых в фантазии А нечто Конечно, важно любые мелочи То есть, например, мои отношения, которые два года длились Мы встретились с 07, 07, 07 И он каждое седьмое число, неважно в какой точке мира я находилась, дарил мне цветы Вот И для меня это было просто показать А если мужчин цветочки не принес? Подарки, из подарков мишк плюшевых Не из этих вещей складываются отношения, конечно А из каких? Вот, наконец-то, девушка еще будет говорить, давай Из-за отношений, из-за общений Из-за того, что люди друг другу подходят, либо они не подходят Нужно, чтобы два человека смотрели в одну сторону Просто она могла бы сказать свое мнение на этот счет О ней оперировать какими-то устоявшимися выражениями Сидит конкретный нектарий Образован, из хорошей семьи Любит свою маму, значит, к вам будет относиться с уважением всегда Хочет детей Да, это, кстати, очень важно Задайте ему вопросы, которые волнуют вас именно Я просто говорила то, что действительно так думаю и действительно считаю Мне очень интересно, вот, все-таки еврейские корни, я вижу, что они присутствуют и превалируют Ну да Вот И я бы хотела спросить, вы все-таки больше себя к... ну, к ортодоксальным евреям относите? Или вы можете, вот, например, мне просто интересно позволить своей женщине работать? Ну, я вам скажу так, давайте закроем тему ортодоксальных течений, так или иначе, да, у нас все-таки светская передача Вот, я думаю, что это не есть то, что обеспечивает любовь и достаток в семье Нет, мне просто интересно, вы позволите своей женщине работать, вести какую-то светскую жизнь? Ну, вы знаете, женщина, которая не знает, что такое работа, наверное, не сможет достойно воспитать своего сына Вот и все Я не говорю, что она должна обламывать от зари до зари, но, как бы, что значит не позволить работать? А вот в дом или работа вне дома? Воспитание детей тоже работа Вне дома, да Вот, тот вопрос, который я хотела задать По поводу работы Машенька, я знаю, что у вас необычный сюрприз для нашего жениха Да Пожалуйста Я сыграю на саксофоне, а у свою любимую песню Спасибо Маша, вы очарование само Спасибо вам, девчонки, вы можете гордиться своей подругой Проходите в комнату Ну что, парни, произвела впечатление Мария? Очень, очень Музыка – это душа Это… Я сам люблю музыку и увлекаюсь Это говорит о душе ее Все, что есть на самом деле Дело в том, что Я полагаю, мне Может понравиться Девушка И тем более уж Я могу связать свою судьбу с той девушкой Которой не то, чтобы будет локомотивом Но которая сможет меня зарядить настолько Чтобы у меня вот эту вот такую Глыбу, которую очень трудно сдвинуть Она протащивает куда-то вперед Вверх звезды Спасибо Нектарий, вы, может, меня простите Я… Заочно прощаю Я вообще, честно говоря Отказываюсь вас сватать Хорошо, я тоже вас отказываюсь сватать Спасибо Машенька, найду хорошего тебе жениха Мне Нектарий Да, Маша очень приятная Все про себя понимает 24 года Я так думаю, что папа правильные ценности вложил Что немаловажно Вот в сегодняшнее время Поэтому я прямо 10 баллов Маша, очень хочу, чтобы вы были счастливы Имеете право Я уже с самого начала сказала Маше показалось Нам сегодня не могла не покататься Чуть более угловатой, суховатой, чем она есть на самом деле На самом деле душевнейшая девушка Очень мягкая, очень нежная Мне кажется, что только не имеет смысла присматривать Выходи, выходи Маша, он придет к тебе А Ефим, Рассел Кого будете рекомендовать другу? Ну, я рекомендую девушку с сексофоном в третьей комнате Марио Спасибо Учитывая, что мы выбираем для него, для нашего друга То ему подойдет вот третья девчонка с сексофоном Да, подойдет больше Но Нектаре мне не понравилось И я думаю, что все-таки он сюда придет И он выберет меня Но я выйду за ним только подружески поддержать Да, я тоже за последнюю Марию Она единственная Нам могла внятно рассказать свою историю раз Объяснить, чего она хочет от жизни два Потом она как-то показалась мне взрослой уже И самой осмысленной Поэтому я тоже за Марию Ну, а я считаю, что мужчина Заниженный самооценкой Не может составить партию хорошей девушки Поэтому Машеньку мне жалко Но Машенька первая, помоложе которой Вполне вам составит Вот будете вместе поднимать себя из-под плинтуса Я за Машу первую Мария тебе понравилась Нектаре? Нектаре хороший мужчина, но я думаю, все-таки он и для меня Вам действительно хорошо подходит вторая Мария гороскопически Я искренне хочу верить, что вы как-то сможете с ней развить отношения Тебе желают плохого Вообще, братан, пошли отсюда Почему? Ваша девушка Я считаю, что есть вместе возможности какой-то потенциал Слушайте себя, Нектаре Я думаю, вы сделаете правильный выбор Проходите Куда решили Мы вас поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-я Ли Ян 26 лет, номер 1935 12 лет назад приехала в Россию из Китая Играет на Альте в струнном квартете Ищет высокого интеллигента со стабильной работой Вероника, 19 лет, номер 1936 Учится на экономиста, увлекается танцами Мечтает отправиться в кругосветное путешествие С оптимистом спортивного телосложения Мы не знаем, выйдет Нектаре один или с избраницей Я приглашаю всех выйти и поддержать Нектаре Хорошо Ты знаешь, я просто хотела тебя сначала поддержать Но я понимаю, что мы разные люди И я хочу быть честной И я не выйду с тобой В чем дело? Вставайте рядышком Видимо, не судьба И второе, это не так страшно, когда ты один Плохо, когда ты ноль Я не ноль, поэтому я не боюсь, мне не страшно Вот так вот Сегодня у нас нет пары Если вы тоже одиноки, заполняете анкету на сайте Первого канала И становитесь участником программы Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4-4-ки Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай поженимся Удачи У меня вот все хорошо, мы жили все в любви Нас родители с сестрой в любви воспитали А вы в три часа возвращались, потому что вагоны разгружали, чтобы лишнюю копеечку в дом принести, или что? Нет, я налаживал связи и контакты И день, словно ночь, рассветы, как закаты Это жених? Да ладно Потому что все в рыбах, все, что можно И солнце в рыбах, и луна в рыбах Это такое новолуние На лбу у него написано Карьера на первом месте, на втором, на третьем и на седьмом Субтитры сделал DimaTorzok